Добрый вечер! Большое спасибо, что меня сюда пригласили, организатором. Здесь такое очень уютное место, очень приятно. Меня слышно нормально? Поближе? Ага. Да, так нормально? Спасибо всем, кто пришли. Я представлюсь. Меня зовут Александр Планчин. Я научный сотрудник Института проблем передачи информации Российской академии наук. Я занимаюсь молекулярной генетикой. И тема моего доклада «3,5 млрд. 70 лет последствия информации, ДНК». 3,5 млрд. лет, потому что это тот возраст жизни на нашей планете по современным оценкам, а 70 лет, потому что это юбилей открытия того факта, что именно ДНК является наследственной информацией. Это открытие было сделано 70 лет назад, вчера. И моя лекция, она будет несколько больше вширь, чем вглубь. То есть я постараюсь оплатить очень большой спектр вопросов в области биологии, которые непосредственно касаются молекулы ДНК. Я не очень углубляюсь в подробности. И я начну с того, что расскажу немножко про историю открытия, изучение молекулы ДНК. Потом напомню присутствующим некоторые основы молекулярной генетики, которые будут нужны для того, чтобы понимать некоторые более сложные вещи, о которых я буду говорить потом. Я расскажу о современных метрах чтения ДНК. И для чего вообще нужно читать ДНК. Потому что это тот метод, который мы узнаем в последовательности наших генов и потом узнаем, до чего, какие функции этих генов и что они делают. Потом мы перейдем плавно к персональной генетике и связанной с ней в персональной медицине. Это о том, как наши собственные гены влияют на наши признаки, на наши заболевания и как знания о наших генах помогают нам лечить некоторые заболевания и как это помогает отбирать индивидуальные препараты, это лечение опять же. И после этого я расскажу немножко про применение генетики в области эволюции, про молекулярную эволюцию, это вот то, чем я сам занимаюсь. И последние две темы, наверное, самые такие острые, это генная инженерия и ее практическое применение как генной терапии. Вот. Значит, ну, как я уже сказал, где-то 3 миллиарда 500 миллионов лет назад появляются первые следы жизни или таких возрастов. Вот здесь покажены останки достаточно сложных сообществ бактерий, которые называются матами. Это обычно несколько разных бактерий, которые живут вместе. И они будут такие пленки. И вот слева показана топаревая форма, это то, что можно встретить в современности. На самом деле эти маты бывают намного красивее. Вот. Какие картинки можно найти. Но вернемся к вопросам об истории генетики. Особым основателем генетики является Грегор Мэндель, который, собственно, впервые показал, что вот есть некоторая такая вот внутренняя сущность, которая передается из поколения в поколение, в том числе в скрытом виде. Вот здесь показаны схемы электрикозилегических экспериментов. Вот если мы возьмем чистую линию красных и белых цветков, ну, гор publi с красными и белыми цветочками, то чистая линия это такая линия, которая при самой опылинике сохраняет тот же самый Face. То есть вот если мы берем красные цветочки, мы их скрещиваем с красными цветочками, мы получаем красные цветочки. И то же самое белых цветочков скрещиваемся друг с другом, получаем сюда белые цветочки. Вот если их скрести, то в первом поколении все цветочки красные. То есть этот признак белых цветочков куда-то пропал. Но в следующем поколении оказывается, что четверть примерно цветочков белых, а три четверти красных. То есть этот признак передался как-то от этих прородителей вот сюда. И на самом деле еще одним очень важным заслугом Менделя было то, что им применили такие математические методы в биологии. Наверное, один из первых. Потому что на самом деле, если возьмете два цветочка и их скресите между собой, у вас чаще всего получится не три к одному соотношение красных-белых. Может получиться четыре белых, может получиться четыре красных. И для того, чтобы выяснить эти точные соотношения цифровые, нужно будет использовать очень большое количество материалов. Вот Менделяй с первым исследовал около 20 тысяч гибридов растений. И только на основании таких больших данных он сделал вывод о том, что это на самом деле очень такое четкое соотношение три к одному. Но вот растения достаточно далеки от нашей повседневной жизни. Нам ближе гены человека. И вот есть такое заболевание, которое называется гемофилия. Я хотел бы, чтобы все на нее особенное внимание обратили. Потому что я буду использовать гемофилию как пример на протяжении всей моей лекции. Я буду обращаться к этому примеру снова и снова. Гемофилия это заболевание, которое приводит к тому, что кровь плохо сворачивается. Есть разные формы гемофилии. Я буду больше рассказывать про гемофилию типа B. Ген, который отвечает за эту гемофилию, он расположен на X-хромосоме. У женщин 2X-хромосомы, мужчина одна. И если этот ген испорчен, возникает, собственно, что это заболевание. Поэтому вероятность того, что у женщины обе копии будут испорчены, она очень мала. Поэтому у женщины гемофилией практически не болеют, но они бывают носителями. А мужчины могут заболеть достаточно часто, достаточно часто болеют гемофилией. И вот если мы возьмем женщину-носителя и мужчину здорового, то у них тоже в потомстве будет расщепление 3 к одному. Будет 3 здоровых потомка в среднем и 1 больной. Будет 1 здоровый мальчик, 1 здоровая девочка, 1 девочка-носитель и 1 мальчик больной гемофилией. Гемофилия еще интересна тем, что это заболевание было названо королевским заболеванием. Носителем этого заболевания была знаменитая королева Виктория. И от нее через наследование этот признак передался царевичу Алексею из дома Романовых в нашей стране. И мы к этому еще вернемся, почему это важно. А пока вернемся снова к истории генетики. Еще в 1865 году молекулу ДНК выделяют в чистом виде. Ее начинают исследовать биохимическими методами. И уже тогда на самом деле предполагают, что может быть ДНК является той молекулой, которая отвечает за наследование информации генетической. Но еще-таки доказательств того тогда еще не было. Но вот появляется изучение состава молекулы ДНК. И выясняется, что молекулы ДНК это такой полимер, который состоит из четырех базовых блоков, которые могут в нем повторяться. И мы будем, в слову, называть АТГЦ, чтобы не создавать много сложных химических названий. И что интересно, что уже вскоре после этого, в 1927 году, российский ученый Николай Кольцов выдвигает некоторую идею, которая в итоге в значительной степени оказывается верной, о том, что если существует некая отдельная молекула, которая передает генетическую информацию, то она должна быть устроена таким образом, что это зеркальная молекула, которая сама себя повторяет. Это нужно для того, чтобы мы могли эту молекулу разделить на две, и после этого по каждой из половинок достроить ее идентичные копии. И так молекула наследственной информации могла бы размножаться, распространяться и передаваться из поколения в поколение. Кроме того, в 1928 году появляются первые работы, которые показывают, что наследственная информация может передаваться не только из поколения в поколение, но и из некоторого субстрата, из некоторой среды может передаваться в другие организмы. Вот Фрейдер Гриффит провел такой опыт. У него было два штамма пневмокока, а пневмококка это такая бактерия, которая вызывает некоторые тяжелые заболевания. Но там у него было два штамма. Один он вызывал гибель мышей, вот как здесь показано, вот этот вызывает гибель мышей, а этот не вызывает гибель мышей. И если взять вот этот штамм, который в норме вызывает гибель мышей, и обработать его температуру высокой, то все бактерии умирают, и вот это вот то, что от них остается, оно мыши уже не убивает. Но если смешать вот то, что осталось от вирулентного штамма пневмокока с безобидным пневмококом, то каким-то образом это свойство патогенности передается этому безобидному пневмококу, и он начинает мышку убивать. Вот эти опыты, они заинтересовали ученых Освальда Эври, Колина Макклана Маккарти, и в 1944 году они решают продолжить вот эти эксперименты, и следующим образом, тогда уже была идея, что наследственная информация это либо белки, которых много в клетках, либо ДНК, либо другая нуклиновая кислота РНК. И были ферменты, которые изучались биохимиками тогда, биохимия была достаточно сильная наука, и были ферменты, которые могли избирательно нарушать, разрушать белки ДНК и РНК. И вот они последовательно разрушали либо белки, либо ДНК и РНК. Они брали тех же самых патогенных пневмококов, нагревали их, после этого добавляли вот эти ферменты, и смотрели, передается ли патогенность безобидным пневмококам после обработки этими ферментами. Оказалось, что если убрать белки, то все равно передается, если убрать РНК, то все равно передается, а если убрать ДНК, то передачи информации не происходит, и поэтому они сделали вывод, что именно ДНК является тем субстратом генетической информации. И тогда, на самом деле, еще в это многие не хотели верить, считали, что, ну, может быть, у вас там есть какой-нибудь био, который не разрушается, потому что фермент не обрабатывают, и, к сожалению, вот, в том числе, вот, Эвери не дожил до Нобелевской премии, хотя, мне кажется, что он заслужил за эти эксперименты. В 1953 году ученые Уотсон и Крик открывают структуру молекулы ДНК и выясняют, что действительно эта молекула является собой двойную спираль, ну, в значительной степени, как предсказывал Кольцов, ну, он не знал, что это двойная спираль, но он считал, что это будет зеркальная молекула, и, ну, молекула ДНК, в ней есть принцип комплементарности, то, что вот есть четыре эти буквы А, Т, Г и С, и буква А стоит напротив Т, а буква С стоит напротив Г. Вот, собственно, это картинка из их оригинальной публикации, вот, статьи, которая выжила в 1953 году. Вот, следующая веха такая вот в развитии исследования молекулы ДНК, это в 2000 году был прочитан геном человека, на самом деле некоторые геномы более, скажем, простых существ были прочитаны раньше, но вот мы люди, и моя лекция такая антропоцентричная, поэтому я упоминаю именно этот факт. Но тогда, в 2000 году, это обошлось очень дорого, это были миллиарды долларов, были затрачены на то, чтобы прочитать геном человека, и более того, никто не знал, какие будут этические последствия от того, что чей-то геном будет прочитан где-то опубликован, поэтому втайне держали, кто именно, чей именно геном был прочитан. Это читали в разных лабораториях по всему миру, была такая большая международная коллаборация между разными группами, и очень никто не знает, чей именно геном был прочитан. А вот в 2007 году к этому моменту уже технологии чтения ДНК существенно подешевели, и стало возможным читать геномы просто отдельных людей, и вот первые два человека, чьи геномы были прочитаны, это, собственно, Джеймс Уотсон, которого я уже упоминал, один из открывателей двойной спирали молекулы ДНК, и Крейг Вентер, который стал основоснователем синтетической биологии, биологии, которая предполагает синтез новых живых организмов путем манипуляций молекулами ДНК, и вот здесь поэтому на этой газете задаются вопросы, не играет ли он в Бога. И еще одно интересное направление, которое зародилось достаточно недавно, это палеогеномика. Оказалось, что можно считать геномы не только организмов, которые живут сейчас, но и тех, которые жили давно, в частности, вот по упрощитным геномам неандертальца. Вот эта картинка взята из National Geographic, это наиболее близкая картинка к тому, как можно представить себе выглядел неандертальц на основании его современного представления о том, какие у него были гены. Вот что они были такие светленькие, сверху рожеволосые с либо зелеными, либо голубыми глазами. А это Сванты Паэба, это основатель той группы, которую читала геном неандертальца. Вот сейчас он очень известный ученый. И есть еще одно направление, которое называется «Ученые баловались». Значит, оказалось, что молекула ДНК такая замечательная молекула, что из ней можно делать орегами. Можно взять молекулу ДНК, и за счет того, что она такая комплементарная, она образуется в всякой структуре, можно запрограммировать, подобрать такую молекулу ДНК, что она будет сворачиваться в различные фигурки. Есть программа, которая обрабатывает, как именно нужно молекулу синтезировать. Вот такие рожицы, треугольнички. И казалось бы, вот ученые, до ничего бессмысленная, бесполезная работа, а вот сейчас оказывается, что ДНК орегами пытаются использовать для лечения рака. То есть даже самые безумные научные теории могут находить практическое применение. Значит, мы плавно перейдем к основам молекулярной. В генетике у нас, как я уже сказал, молекула ДНК это двойная спираль, у нее есть комплементарные нуклеотиды, есть фермент, который синтезирует молекулу ДНК, то есть создает вторую ее компли, этот фермент называется ДНК полимераза. Вот примерно так она выглядит. И еще интересный факт, что молекула ДНК, она очень сильно компактизована. Если мы возьмем геном человека и пытаемся его в одну линию вот так вот выпрямить, то это будет около метра в длину, и вот этот метр в длину, его можно запихнуть в одну маленькую клеточку, в которой у нас миллиарды. И это достигает за счет того, что она очень-очень много раз оборачивается вокруг разных белков, потом эти оборачиваются друг к другу и так далее, и так далее, пока не образуются таких хромосомы, которые у нас в ядре, у человека их 23 парни. Значит, у каждого из нас внутри каждой клетки, ну, почти каждой клетки, есть ядро, и в этом ядре есть наш геном, который разбит на хромосомы. И на этих хромосомах у нас есть гены. Гены, которые в том числе кордируют белки. Как это происходит? У нас есть молекула ДНК, с нее отсчитывается молекула РНК, которая комплементарна молекуле ДНК. Эта молекула РНК потом обрабатывается в процессе, как называется процессинг, то есть там некоторые кусочки от РНК вырезаются, другие сшиваются вместе. После этого эта молекула РНК используется специальным ферментом, который называется рибосома, для того, чтобы синтезировать белок по правилам, которые задаются генетическим кодом. Значит, генетический код у нас триплетен, то есть три нуклеотида в молекуле РНК, они соответствуют одной имени хислоти белка. Белок – это тоже такой длинный полипептид, то есть полимер из множества аминокислот, которые нужно получить и в определенном порядке вставить. И интересно, что генетический код, который здесь изображен, он универсален, то есть он похож и у бактерий, и у людей, и у червяков, и у растений, и у грибов. Есть некоторый отдельный организм, у которого генетический код немножко отличается, но в целом почти у всех он одинаковый. И когда вы слышите где-нибудь фразу по телевидению или в новостях, говорят, что мутировал генетический код, то вы можете подозревать, что кто-то сказал, что он не знает биологии, он немножко неграмотен, потому что если мутировать генетический код, это как мутировал алфавит. А на самом деле, конечно же, мутирует геном, мутирует текст, появляются опечатки в тексте. Значит, про транскрипцию я бы хотел показать на примере одного видео, потому что это будет более показательно. Вот, секундочку. У меня было бы... Вот. Так. Сейчас немножко отмотаю вперед. Значит, вот это, так выглядит транскрипция, это синтез РНК, в реальном времени, это РНК-полимераза, биолог, который синтезирует РНК. Вот с такой скоростью примерно оно и происходит. Эти желтенькие, это отдельные нуклеотиды, вот это двойная спираль. Так, давайте мы немножко это смотаем вперед. Вот, молекула РНК синтезировалась, вышла из клеточного ядра. Вот она плывет, плывет, плывет. Сейчас, сейчас, сейчас будет. И вот у нее садится рибосома. Это одна субъединица рибосомы. Сейчас я и стараю, вот. И вот видно, здесь триплетики покрашиваемые, хотя на самом деле, конечно, не все и не имеют цвета. И здесь плавают молекулы транспортные РНК. Транспортные РНК такие молекулы, у которых на одном конце произведена аминокислота, вот красненьким она показана, а на другом конце у нее есть то, что называется антикодон, то есть это последовательность всех нуклеотидов, которые комплементарны кодону, кодону, который вот на молекуле РНК, с которой считается белок. Сейчас я немножко еще отмотаю вперед. Вот, вот, вот так это примерно выглядит. Вот, вот, вот это синтезируется белок. Красненько это белок синтезируется. Это тоже, это тоже, вот, примерно с такой скоростью все-таки происходит в нашей клетке. Так, секундочку. Да, значит, хорошо иметь представление о том, с чем вообще работают исследователи, которые занимаются всякими генами. Вот это биокодирующая часть гена того самого фактора свертывания крови, который отвечает за гемофилию, это фактор 9. Вот это текст, это его ген. На самом деле, это то, что остается, после того, чтобы было вырезано вот все то, что происходит в процессе процессинга. И вот это вот белок, который получается, это последовательность аминокислот. Она примерно в три раза меньше, потому что один кодон кодирует, из трех нуклеотидов кодирует одну аминокислоту. Вот, например, первый кодон здесь АТГ, и первая аминокислота метианин. Такое вот соответствие. И вот так выглядит этот белочек, этого фактора свертывания крови. Еще полезно иметь представление о том, сколько вообще бывает генов у разных организмов. Когда только читали геном человека, уже был прочитан геном круглого червя Снорабис Элеганс. Так, это все правильно, да? Вот, у него около 20 тысяч генов. И тогда делали разные оценки, сколько же генов окажется у человека. И все говорили, ну как, мы же не черви, у нас будет намного больше, мы такие клевые, мы такие сложные. И для всех было большим изочарованием, значит, на самом деле у человека генов примерно столько же. Ну, чуть-чуть больше. Примерно столько же, сколько у мыши. А вот у лука, наоборот, ну, сколько генов у лука точно неизвестно, но размер генома у лука примерно в 5-6 раз больше, чем геном человека. И что тоже не очень соответствует таким обыденным ожиданиям. Ну, казалось бы, ну, лук, ничего с ним такого. Вот. Самый маленький известный геном из живущих в природе имеет геном из всего 182 генов. Но этот организм, он является маленьким симбионтом, это одноклеточный симбионт, он самостоятельно жить не может, он рассчитывает на некоторые другие организмы, с которыми он вместе живет, но то, что они ему будут помогать. И вот это тоже интересная цифра. Вот как раз упомянутый мной Крейг Вентер, который занимается синтетической биологией, они задались вопросом, насколько вообще нужно генов минимально для того, чтобы создать работающую клетку. И вот они пришли к выводу, что нужен 151 ген. И вот это вот современная оценка того, сколько генов просто жизненно необходимо, просто чтобы соблюдали все самые важные такие базовые клеточные процессы. Для того, чтобы исследовать гены, их нужно прочитать. И в чтении генов, естественно, у нас замешано использование фермента ДНК полимеразы, о котором мы уже говорили. Но сначала я расскажу про один метод, который тоже используется в молекулярной биологии постоянно. Это метод, который позволяет из одной единственной молекулы РНК создать миллиард ее копий за несколько часов. И когда у вас уже не одна молекула много, с ними намного легче работать. И делать всякие другие эксперименты. В чем заключается эта процедура? Вообще эта процедура была придумана таким ученым, вот, вот, Кэрри Маллис. Он получил эту Нобелевскую премию. Берется двойная цепочка ДНК. Она нагревается до высокой температуры, при которой она расплавляется на две отдельные цепочки. После чего добавляется фрагмент, который называется праймер. Праймер это тоже процедура ДНК, которая комплементарна вот этому вот здесь участку. И то же самое делается здесь. Это два разных участка, два разных праймера. У молекулы ДНК есть, на самом деле, два конца. Один называется 5-4, другой называется 3-4. И фрагмент ДНК полимеразы, он умеет синтезировать ДНК только в одном направлении. От 5-4 к концу, к 3-4 к концу. И, значит, после того, как молекулы ДНК изентурировали, и температуру понижают в такой степени, чтобы вот этот праймер мог присоединиться. Этот праймер имеет, ну, где-то 20 нуклеотитов. Вот он присоединяется. После этого температуру повышают до 72 градусов. Это температура, при которой работает специальная ДНК полимеразы, которую взяли из такой бактерии, которая живет в гипертермальных источниках, то есть в горячих источниках. Поэтому у нее репликация ДНК происходит при высокой температуре. И вот при 72 градусах эта молекула ДНК достраивается, и образуются две двухцепочные молекулы ДНК. Потом их снова нагревают, и образуются четыре одноцепочных молекулы. То есть в каждом цикле происходит удвоение количества этих молекул, ну, примерно удвоение. И таким образом вот этот рецикл получает огромное количество этих молекул. Самый первый метод чтения ДНК, который позволил прочитать геном человека, называется метод Сенгера, в честь автора, который его придумал. И я не буду рассказывать про самый первый метод Сенгера, исходный, который использовал радиоактивные метки. Я расскажу про более современные, которые использовали при чтении генома человека. Идея заключается в том, что у нас есть ДНК полимераза, который умеет с помощью праймера достраивать вторую цепочку молекулы ДНК. И у нас есть специальные мечные нуклеотиды, которые, с одной стороны, покрашены в один из четырех цветов. Вот красный, синий, желтый или зеленый. А с другой стороны, как только такой нуклеотид встраивается, в растущую цепочку ДНК, синтез ДНК перестанавливается. Поэтому такие вот мечные нуклеотиды добавляются в реакцию синтеза молекул ДНК в очень небольшом количестве. И большинство нуклеотидов добавляются еще правильными нуклеотидами. И вот поэтому молекулы ДНК полимераза настроить, строить, строить, строить молекулу, пока не вставят вот этот неправильный нуклеотид с меткой. И поэтому у вас получаются фрагменты разной длины, а длина фрагмента зависит от того цвета. То есть для фрагмента разной длины будет иметь разный цвет, а цвет указывает на то, какая буква была последней, которая вставилась. После чего вот эту смесь, которая была получена реакционно, ее добавляют на специальный гель. И в этом геле опускается топ. Молекула ДНК, она отрицательно заряженная. И эти молекулы устремляются от минуса к плюсу. И самые маленькие молекулы, они самые быстрые, и они убегают вперед. А самые тяжелые молекулы остаются позади, поэтому мы получаем, что короткие фрагменты с одной стороны, длинные фрагменты с другой стороны. Вот первая буква это А, потому что она зеленая. Вторая буква это Т, потому что она красная. И так вот мы сидим и читаем геном. Вначале его прямо читали глазами, то есть человек брал вот такую вот штуку и сидел и читал. Потом придумали машины, которые делали это за людей. И это, честно, сэкономило время и деньги. Но, тем не менее, геном человека, самый первый, обошелся в миллиарды долларов. И понятно было, что нужно это как-то улучшать. И с тех пор была сделана, это уже устаревшая картинка, но были придуманы методы, которые позволяли читать в 500 раз дешевле. И, значит, в основном это делается в счет того, что переходит от чтения вот таких одиночных молекул, ну вот по одной молекуле, к чтению сразу большого количества молекул. Сейчас я расскажу, как это делается. Значит, снова будет показано некоторое видео, потому что намного проще это показывать таким образом. Значит, представляются технологии, современные технологии чтения молекул ДНК, которая стала возможным, потому что появились такие микроскопы, которые позволяют видеть свечение отдельных молекул. Сейчас немножко смотаем. Значит, вот у вас есть молекула ДНК, которая разрезается на множество маленьких фрагментов. И к каждой молекуле ДНК сзади присоединяется набор последовательностей букв А. И в конце еще одна буква А с светящейся меткой. После этого вот эти вот фрагменты, они выливаются на специальную такую подстилку, не знаю, как это правильно назвать, такой подносик, на котором заранее были закреплены множественные последовательности букв Т. Вот это вот все, такие вот кусочки, и они представляют собой множественное Т. И по принципу комплиментарности, вот эти вот большие молекулы, это то, что мы хотим прочитать, они присоединяются к этим множественным Т. И у них у всех есть вот эта светящаяся метка. Поэтому, когда мы будем сканировать с помощью микроскопа, вот это вот эту вот поляну, вот такой прибор, это там покажут. Вот, они его сканируют, и все места, где у нас прикрепилась молекула ДНК, к которой мы хотим прочитать, они все начинают светиться. И прибор поочередно сканирует эти все участки, и он запоминает координаты каждой светящейся точки, где она расположена. После чего, вот эту светящуюся метку удаляют. И вместо этого добавляют букву А с светящейся меткой такую, чтобы она встроилась там, где будет в нашей последовательности, к которой мы читаем буква Т, по принципу комплиментальности. Вот здесь у нас есть Т, и поэтому сюда эта метка прилипла. А вот здесь у нас стоит другая буква, поэтому метка не прилипла. Поэтому мы теперь знаем, в какую точку прилипла буква А. Это будет первая буква этой последовательности. После этого остаток метки смывается, и микроскоп смотрит, где светится. И снова запоминает координаты всех тех точек, где было свечение. Поэтому мы знаем, где буква А. Ну и дальше метка смывается. И эта метка устроена таким образом, что она мешает, чтобы присоединилась следующая буква. Поэтому присоединится только одна буква А. Две не может присоединиться. Вот теперь С, посмотрите, где светится. Г, где светится. Т, где светится. И заново. И вот так постепенно достраивается эта молекула, и мы знаем ее последовательность, потому что мы помним, когда она светилась, а когда она не светилась. И одновременно мы таким образом читаем миллионы молекул ДНК, и это позволяет читать, там, геном человека, там, за несколько, несколько недель. Вот. Самое... Вот так это будет. Так, вернемся к докладу. Да, а, нет, на самом деле, я рано поспешил, у меня есть еще одна немножко. Я забыл. Секундочку. И был тут же придуман и еще один подход. На самом деле, это стала очень такая конкурентная область, поэтому все пытаются придумать, как на этом денег заработать, и придумывают все более и более крутые способы. Сейчас я тоже отмотаю. Значит, есть так, вот, есть молекула ДНК-полимераза, которую мы уже обсуждали, она умеет синтезировать молекулы ДНК. И придумали... Так, а почему здесь... А, где? Вот. Есть нуклеотиды, это А, Т, Г, и С, которым приделали краску, которая светится. Этот светится зеленым, этот оранжевым, желтым и фиолетовым. И, значит, когда эта молекула... Как работает ДНК-полимераза, она вот цепляет молекулу и держит ее какое-то время. И если вы будете смотреть на вот этот узкий объем, где находится ваша ДНК-полимераза, то тогда, когда молекула ДНК-полимераза задерживает молекулу, у вас будет задерживаться свечение, она будет засвечивать фотоэлемент. И что делать? Беру ДНК-полимеразу, прикрепляют ее, саму ДНК-полимеразу, к некоторой подстилке такой. И здесь очень маленький объем. Такой объем, что если сюда залетает нуклеотид, то он здесь находится не очень долго. И поэтому он не засвечивает, как бы, в пленку, скажем так. Ну, там нет пленки, но понятно. Вот. Но если он присоединяется, то он задерживается там подольше, потому что ДНК-полимераза, его там хватает и держит, пока он не присоединится. И мы видим следующее. Вот так выглядит график, который выдает машина. Нету, нету, нету. Вот они плавают, 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 плавают. Оп. Поймала. И возникает такой пик, и она его держит, 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 держит. Это очень сильно замедленная съемка, естественно, потому что это происходит намного быстрее. И отпускает. Все. Она его присоединила, метка отщепляется и уплывает. Сама ДНК не светится. И вот мы видим по разным цветам, как в реальном времени ДНК-полимераза синтезирует молекулу ДНК. И что самое потрясающее, что мы это видим не в одной молекуле ДНК-полимераза, а сразу в огромном количестве этих луночек. И вот такая штука, мне кажется, очень, очень, когда... Каждый, каждый считается огромной-огромной последовательностью гендов. Вот так вот научились читать много. На самом деле... А они же разливают ДНК на много маленьких кусочков, а потом читают эти кусочки параллельно одновременно, да? Таким образом. Ну, вот этот подход, он на самом деле не... Ну, может быть, очень длинные кусочки, теоретически. Понятно. Но потом же из этих кусочков он уже будет составить... Да. В каком порядке они там были? Да, потом нужно составить, в каком порядке они были. Это вот задача для как раз моего департамента. Вот мы научились считать гены, и поставим себе ДНК, и давайте попробуем это использовать для чего-нибудь интересного, полезного. Значит, возникает идея персональной генетики, персональной геномики. Мы хотим понять, какие гены, какие мутации приводят к тем или иным заболеваниям или признакам людей. Положим, что у нас есть больные люди, больные каким-то заболеваниям, и есть здоровые люди. Мы можем взять их ДНК и прочитать их либо геном целиком, либо часть генома, либо какие-то отдельные гены, либо просто посмотреть, какие у них есть мутации, ну, известные уже мутации, которые в чем-то участвуют, есть у них у них или нет. И мы узнаем, какие такие мутации есть у больных, такие, что у здоровых их нет. Или наоборот. И, естественно, какое-то количество таких мутаций, таких отличий будет наблюдаться по случайным причинам, потому что геном очень большой, чем-то да и будем отличаться эти две выборки. Поэтому это все потом аккуратно перепроверяют на независимых выборках, и потом дают там экспериментаторам в лаборатории, чтобы они тоже смотрели, а что это за гены, что они делают, с чем связываются, могут они объяснить механистически, как именно эта мутация приводит к тому же нам и заболеванию. Но вот, сейчас отправная точка начинается здесь, чтение молекул ДНК, и я приведу пример того, что называется генетическая ассоциация, это когда установлена взаимосвязь между некоторой, скажем так, мутацией и неким признаком. Вот есть ген Актен-3, который пределает белок Актен-3, который наблюдается в то, что называется в быстрые мышечные волокна. И есть две формы этого гена, ну, популяции распространены, одна нормальная, другая дефективная. Ну, те, у кого она дефективная, они немножко слабее, на самом деле они не сильно слабее, ну, вот такая вот способность совершить резкую какое-то силовое движение, она у них слегка нарушена. Это не очень сильно сказывается на жизни там повседневной, но если вы идёте на Олимпиаду, где там между чемпионом, между золотой медалью и серебряной медалью разница там меньше, чем в секунду, то это сказывается. И если в норме вот каждый пятый человек дефективен по обоим копиям вот этого гена, то среди Олимпийских спринтеров в одном исследовании вот смотрелись, как у них с этим, у них казалось, ни у одного из 51 Олимпийского спринтера, которых они смотрели, не было инфективных копий из этого гена. Вот, что, в общем-то, мне кажется, интересно. Ну, и на самом деле количества этих генетических ассоциаций обнаружено достаточно много. Например, есть гены, которые ассоциированы, ну, есть мутации, ассоциированные с риском болезни Альцгеймера, есть очень интересная мутация, которая даёт людям устойчивость к ВИЧ-инфекции. Там интересно, что вирус иммунодефицита человека, он специфически нападает на иммунные клетки человека и распознаёт их, потому что на поверхности иммунных клеток есть специальный белок, рецептор. И вот ВИЧ узнаёт этот белок и связывается с ним. Если этот белок испорчен, то вирус иммунодефицита человека его не распознаёт. Естественно, вот иммунные клетки, у которых испорчен этот белок, они немножко хуже работают, и это приводит к неким своим проблемам, но эти люди, с другой стороны, если у них обе, обе копии этого гена испорчены, у них, ВИЧ у них, во крайней мере, не наблюдался никогда. Особо мне известно. Вот, смотрели, вроде не наблюдается. Ну, что ещё можно сказать, по мутациям определить цвет глаз? Не всегда точно, потому что бывают другие гены, которые, ну, есть множество генов, которые участвуют в формировании цвета глаз. И что имеет, ну, это всё нельзя изменить, как бы вот, это то, что вот, ну, да, вот, у меня полученный, там, риск какого-то заболевания, не очень понятно, что с этим делать, а есть фармакологические примеры, изменения, связанные с тем, что вот есть мутации, которые приводят к изменению активности некоторых ферментов, которые участвуют в метаболизме тех или иных химических соединений, например, кофеина, или парацетамола, или этанова. Если у человека кофеин метаболизируется быстро, из-за генетических вот этих вот факторов, то тогда он, с одной стороны, кофе на него производит меньше эффекта, потому что он выпил, весь кофе в кофе метаболизировался, и эффекта нет. С другой стороны, он может пить кофе больше, без проблем для своего здоровья. И это полезно знать. И то же самое с парацетамолом. Вот сейчас там дозу парацетамола, при этом заболевания назначают всем одинаково, но на самом деле, какие-то люди метаболизируют парацетамол быстро, поэтому им можно давать большую дозу, а какие-то метаболизируют его медленно, и поэтому для них большая доза парацетамола будет токсична. И вот с этанолом тоже. Если есть два фермента, которые участвуют в метаболизме этанола, ну, в первую очередь, это фермент, который превращает этанол в токсичный ацетальдегид, и есть, и, собственно, из-за ацетальдегида возникают похмелья, из него возникают повреждения различных органов при злоупотреблении алкоголем. А есть ферменты, которые превращают этот ацетальдегид в уксусную кислоту, которая выводится из организма. И тоже бывают быстрые и медленные формы этих ферментов, и от этого, от того, как у человека быстро и медленные формы этих ферментов, зависит то, как на него действует алкоголь, сколько ему нужно выпить, чтобы, там, усвоить кайф, и, наоборот, бывает, например, что у человека ацетальдегид очень плохо метаболизируется, если он выпит алкоголь, то у него наступает синдром преждевременного похмелья, который становится плохо просто сразу. Не к утру, а сразу. И у них немножко поддругое отношение к проблемам алкоголизма, потому что, ну, такие люди алкоголиками могут не становиться просто, потому что им не нравится пить алкоголь, им совсем не нравится. И, да, вот, значит, поэтому возникает такая тенденция глобальная, что нужно переходить от медицины к персональной медицине, медицине, которая учитывает генетические особенности пациентов, что когда мы подбираем лекарство, мы подбираем его с учетом того, как оно будет эффективно на конкретном человеке, с учетом всех знаний генетики. Ну, сейчас это вот развивается, не очень много примеров можно рассказать, но вот один из примеров это употребление аспирина. Известно, что вот у определенных людей, у которых есть определенная мутация в одном из генов, у них употребление аспирина существенно понижает риск развития одного из раков, называется аденома кишечника. Вот этим людям можно по фиотических целях пить аспирин именно вот с этой целью. Другим людям эффекта от этого не будет, хотя вот аспирин рекомендует сердечникам независимо от того, боятся они рака или нет. И другое направление персональной генетики это планирование беременности. Дело в том, что, как я уже сказал, есть рецессивные заболевания типа гемофилии, и вы можете не знать, что вы являетесь носителем некоторого заболевания. Ну, кроме гемофилии, другие примеры, например, есть муковый сцидоз. Это заболевание тоже рецессивное, то есть тоже может в скрытой форме передаваться. Оно приводит к нарушениям желез внешней секреции, в том числе большим проблемам с дыханием. Есть сиповидно-клеточная анемия, это болезнь, которая отрагивает красные кровяные тельца, и это приводит к проблемам с снабжением кислорода клеток и органов. И есть масса других эцессивных таких заболеваний, и, собственно, на самом деле из-за этого вредны близкородственные связи, потому что если есть два человека, которые родственные, есть высокая вероятность того, что они являются носителями тех же самых эцессивных аллелей, тех же самых эцессивных признаков, тех же самых генетических заболеваний. Поэтому их потомки с большой вероятностью могут получить обе копии плохие, и у них будет это заболевание. И что позволяет делать современная геномика, это то, что, во-первых, родители могут проверить себя на то, являются ли они носителем каких-то заболеваний в эцессивной форме, и на основании этого можно предсказать, возможно ли какие-то серьезные проблемы у ребенка, и если они возможны, если риск этот велик, то можно рассмотреть варианты, например, искусственного плодотворения, когда можно из множества, значит, при искусственном плодотворении получают множество яйцеклеток, их оплодотворяют, и каждую яйцеклетку дают ей некоторое время поделиться, чтобы образовалось несколько поколений клеток в пробирке, потом можно взять одну клеточку, прочитать ее геном, и сказать, есть ли вот конкретно в этом наборе клеток, есть ли там эта мутация, которая приведет к тяжелому заболеванию, из-за которого ребенок там в 4 года погибнет. И убедиться, что этих заболеваний известных там нет, эту яйцеклетку можно имплантировать матери, и это будет практически гарантировать то, что известных генетических заболеваний у него не будет. У него могут какие-то неизвестные генетические заболевания, которые еще не открыли, потому что понятно, что мы не все знаем, но вот известные можно исключить. И вот снова возвращаясь к гемофилии, вот еще одно применение такое вот чтение генов, были прочитаны гены, которые отвечают за гемофилию у представителей. Вот нашли останки семьи Романовых, в том числе Саевича Алексеев, и прочитали их ДНК, и выяснили, какая именно мутация была виновна в этой гемофилии, в том числе у королевы Виктории. Это мутация, которая нарушает процессинг РНК вот этого гена фактора 9, который отвечает за гемофилию типа B. То есть мы установили, носителем какой гемофилии была королева Виктория, которая жила очень давно, благодаря такой методике и изучению родословных. Следующий раздел, про который я хотел поговорить, это молекулярная эволюция. Наверное, всем известен Чарльз Дарвин, который открыл теорию эволюции путем естественного отбора в книге «Присхождение видов». И сам Дарвин, он изучал эволюцию через исследование морфологических признаков, то есть признаков, которые можно глазами увидеть, он тогда еще не знал про существование генетики, и вот он изучал Юрков и отметил тот факт, что у Юрков менялась форма клюва в зависимости от того, чем они питались, те, которые питались листьями, у них клювы заострялись. И вот так это была одна из иллюстраций его естественного отбора. А на самом современное состояние теории эволюции было сформулировано таким биологом Феодосием Добранским, ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции. Потому что когда мы начали работать с генами и с молекулярной генетикой, выяснилось, что мы обнаруживаем те механизмы, благодаря которым собственно вся эта эволюция и происходит. Ключевые моменты для понимания теории эволюции на уровне молекулярной генетики, это нужно иметь представление о том, что такое мутации, как часто они происходят, и что такое естественный отбор на уровне генов. Вот это недавняя работа 2012 года, где изучали частоту появления новых мутаций у людей. Это было сделано следующим образом. Были прочитаны целиком, полностью геномы родителей и их детей. И вот это сравнение полностью прочитанных геномов позволило установить точные места, где у ребенка произошли мутации. Вот есть 3 миллиарда букв, это размер генома человека, и вот отдельные буквы, какие промутировали, удалось нанести на карту. И оказалось, что количество таких мутаций новых у человека составляет от 40 до 80 на поколение. И количество этих мутаций связано с возрастом отца. Чем старше отец, тем больше мутаций. Эта вариация в два раза может меняться в зависимости от возраста. И по этому поводу один удающийся биолог современности сказал, что вот мужчины должны замораживать свои сперматозоиды в дальнем возрасте беречь с молоду, а потом когда они захотят завести детей это использовать. Но на самом деле я придерживаюсь такой более оптимистической точки зрения, что на самом деле эта разница не очень существенная для ротопрактического применения, потому что большинство заболеваний генетических это не новые мутации, а это перемешивание уже существующей популяции вредных этих рецессивных аллергий. Новые мутации тоже могут поводить заболеваниям, но их вклад не очень велик. Большинство этих мутаций происходит в каких-то участках, которые ничего не делают. В нашем геноме очень много так называемого мусора, втанков вирусов и так далее. Это мутации просто всему геному и реально функциональных мутаций в них очень немного. Значит вот мы установили, что существуют мутации. Эти мутации они неизбежны, они возникают по причинам совершенно разным. Это может быть... Вот есть ДНК полимераза, она не всегда правильно вставляет эти буквы, когда копирует молекулу ДНК, это просто ее особенность. Она просто лепит эти ошибки, лепит на них где угодно. Есть всякие мутагенные факторы, которые могут приводить к изменениям ДНК, есть излучение, радиация и так далее, но суть мутации это то, что они происходят более-менее случайно. Есть некоторые закономерности того, что какие-то частях генома не происходят чаще, какие-то частях генома не происходят реже, но это принципиально такой статистический процесс непредсказуемый. И эти мутации приводят к изменениям внешнего облика и функционирования живых организмов. И эти изменения внешнего функционирования организмов приводят к тому, что какие-то организмы более приспособлены, какие-то организмы менее приспособлены. Вот у кого-то кто-то быстрее бегает, кто-то бегает медленнее, кто-то убегает от хищника, кто-то не убегает. В то же время все организмы размножаются, но размножаться до бесконечности невозможно, потому что ресурсы ограничены. Есть ограничения по количеству еды, воды и места, и пространства, поэтому возникает конкуренция. И, собственно, из-за этого неизбежно возникает та ситуация, что те мутации, которые приводят к какому-то ухудшению приспособленности организма, они со временем вымываются из популяции и исчезают, а те мутации, которые способствуют размножению организма, помогают ему выжить, они распространяются в популяции и передаются в следующее поколение. Вот как раз гемофилия является очень хорошим примером геисти естественного отбора, потому что королева Виктория была носителем гена гемофилии рецессивного, это вредная мутация, и у нее, она была королевой, у нее были все великие шансы на то, чтобы оставить много потомства, самая хорошая медицина, самые хорошие там партнеры, и было бы достаточно много гемофиликов, девять человек из ее потомков погибли непосредственно от гемофилии, царевич Алексей погиб не от гемофилии непосредственно, как мы знаем, наверное, все знают, но у меня есть теория, что гемофилия могла сыграть в этом роль, потому что из-за того, что царевич Алексей был болен гемофилией, из-за этого был привлечен шарватан Распутин к тому, чтобы его лечить, а он добился высокой популярности при дворе, и из-за этого пау-престиж в царской власти, потому что Распутин никто не любил, и таким образом, естественно, отбор устранил российскую монархию. Ну, к этому не нужно относиться слишком серьезно, потому что это больше шутка, но вот такая фраза, мне кажется, забавная, естественно, отбор устранил российскую монархию. Но факт еще заключается в том, что среди потомков королевы Виктории, последний гемофилик, мужчина, умер в 1945 году. Потомки королевы Виктории живут до сих пор, а вот этого гена вредного у них нету. Во всяком случае, никаких следов от него не осталось. Может быть, есть какие-то носители, но это маловероятно, потому что появлялись мальчики больные гемофилией, а они больше не появляются. То есть, естественно, отбор устранил гемофилию из царского рода Солио Виктории. Можно вопрос? Да. Я просто спросил, вы не говорите, можно задать вопрос? А, да. Может, вы не совсем знаете ответ на этот вопрос? По поводу Дарвина, да, о теории, хоть и как не найдено достаточное количество останков, а может, даже и вообще не найдено, переходного звена между обезьяной и человеком. Я понял вопрос, это тема для Дарвина Ликс, ответ короткий, что да, нет, найдено. Много найдено, дофига найдено. Можно найти в Википедии примеры этих переходных форм. Какие же правилы? Или, можно сказать, в Палеонтологический музей, вам там с удовольствием покажут эти переходные формы, просто останки эти покажут. А это недавно найдено, да, наверное? Нет, не недавно найдено, недавно найдено. Ну, во времена Дарвина их не было, он предсказал, что они будут. На самом деле, их могло бы и не быть. Но давайте мы сейчас не будем это обсуждать, потому что, значит, я не успею рассказать другие вещи. Значит, вот то, что я сейчас рассказал, это называется отрицательный отбор. Это когда вредная мутация исчезает, потому что ее носители вымирают. Есть положительный отбор, когда возникает какая-то полезная мутация, она такая замечательная, что тут начинает очень всем нравиться, там активно размножается, и поэтому у него много потомков, и все хорошо. На самом деле, некоторые мутации, другие мутации могут... Значит, мутации не наследуются независимо, и если возникает какая-то нейтральная мутация, которая ни на что там не влияет рядом с хорошей мутацией, то она к ней цепляется, как попутчик, и они вместе путешествуют. Это называется джин-хидж-хайкинг, или попутники генов. И бывает, наоборот, фоновый отбор, когда у вас есть какая-то вредная мутация, и вместе с ней устраняется вся хромосома, например, потому что вот в этой хромосоме возникла мутация, и вся эта хромосома устраняется с популяцией, потому что она очень вредная, эта мутация в этой хромосоме. Ну, заменяется на другую копию этой хромосомы и с другого человека, например. Так, и здесь я покажу некоторое тоже видео, которое поможет таки понять... Одну секундочку... Как эволюция работает на самом деле. Так, сейчас я отмотаю немножко. Три-тридцать. Значит, это вот очень такая простая модель. О! Я прошу прощения. Так. Давайте отсюда начнем. Значит, есть генетические... Есть организмы, которые представлены здесь квадратиками. У каждого организма есть генетический код, который представлен циферками. Вот эти циферки определяют... Единственный признак этих организмов, который у них есть, это их цвет. И этот цвет важен, потому что есть хищники, которые их едят, если их видно на фоне. Вот есть белый фон, вот этот серый, его видно, и поэтому хищники могут его съесть. Есть мутации, которые совершенно случайны. Они меняют эти циферки. Есть размножение, плавой процесс, который они могут между собой скрещивать, создавать новое поколение. Кого-то убивают хищники, а кого-то просто съедают по случайным причинам. Вот, значит, хищники съели этих организмов, а эти просто умерли, потому что не повезло. Значит, дальше происходит скрещивание. Видео немножко медленное, для темпа лекции, но... Вот, значит, происходит скрещивание. Скрещивание тоже совершенно случайно, ничего не зависит. Возникает следующее поколение. И вот мы видим, что вот у этого изомутации, он стал черненьким, его стало еще лучше видно, и поэтому его, скорее всего, сожгут хищники. А вот этот убедененький, и хищникам, он менее заметен для этих хищников. Это, как бы, пример полезной мутации. И вот хищники сожрали вот этих, этого не сожрали. Вот, бедняга, да, его жалко. Давайте дальше. Но этого все равно съели, потому что ему не повезло. У него была хорошая мутация, но как же эволюция может работать, если даже самым счастливым, бывает, что так не видят. А вот дальше все остальные скрещиваются, создаются следующие поколения. Вот, значит, продолжается этот процесс. Черненьких съели, дальше случайно съели. Случайное скрещивание. Вот кто-то скрестился два раза, а этот шесть раз, это такой мачо. Скрещивание совершенно случайно. Нам предлагают посмотреть на 13 поколений. Мы не будем смотреть на 13 поколений, потому что это достаточно долго, да. Ну, да, конечно, этого будет недостаточно, но на самом деле уже можно заметить, что потихонечку они становятся более близкими к белому фону. Давайте немножко отмотаем. Вперед. Вот они все более светленькие. Еще более светленькие. А это, как и на черном фоне, будет светленькие. При этом, опять же, есть только случайные мутации и естественный отбор, который направлен только на признак, на цвет этих организмов. И маленькая симуляция. Как это выглядит в реальном времени. Вот если фон меняется. Вот сейчас фон белый, они вот беленькие. Теперь фон затемняется, и вся популяция становится черной. Теперь фон снова становится белым. И вся популяция становится белым. Вот. понятно, что происходит, да? Ну, возникает такой вопрос. А как возникают всякие сложные системы? Вот эта сложная система, я не буду ее описывать. Это как раз как сворачивается кровь у человека. И в этом процессе воплощено очень большое количество факторов. И, как известно, вот даже одна мутация фактора 9 приводит к гемофилии, к тяжелому заболеванию, очень неприятному. И это... Как раз такая штука возникает. На самом деле, то, что все эти факторы, необходимые для жизни человека сейчас, вовсе не значит, что они были необходимы для этого прочего. Например, вот есть такая замечательная гриба-фугу. Вот у нее вот этих факторов просто нет. И у нее тоже кровь сворачивается. И на самом деле, есть достаточно большое количество литературы, которые подробно изучают вопрос, как именно возникала эволюция этой системы. Я не буду... Я обещал, моя лекция не вглутно вши. Я не буду рассказывать, как именно это происходило. Но я скажу несколько очень общих вещей. Значит, что одним из ключевых моментов эволюции вообще генов, это тот факт, что гены умеют дуплицироваться. Это происходит по множеству разных молекулярных причин, там это может быть связано с комбинациями... Ладно, я не буду рассказывать эти причины, потому что это очень сложно. Я просто скажу, что вот, поверьте мне на слово, что гены могут дуплицироваться. У вас была одна копия, стало две копии. Представим себе, что у вас есть копия какого-то гена, который вот жизненно необходим, потому что по этой функции, любая мутация в этом гене, в данный момент времени, она может привести только к каким-то очень неприятным последствиям. Этот ген меняться не может. Теперь возникает вторая копия этого гена. И вот вторая копия может теперь меняться, потому что как бы она не изменилась, первая копия все равно остается и выполняет ту же самую функцию. И оказывается, что на самом деле это происходит очень часто, и могут копироваться не только целые гены, а кусочки генов, которые выполняют некоторую функциональную нагрузку. Вот, например, есть такая штука, называется домен серийной протеазы. Серийная протеаза, это такой кусок белка, часть белка, которая выполняет функцию, вот есть связь между аминокислотами в определенном месте, она может связь разориться. Вот эта функция, не обязательно ее в каждый раз создавать заново, достаточно взять некий ген, его дуплицировать, у обоих из них есть вот этот серийной протеаз, а дальше можно изменить, например, регуляцию этих двух генов. Один ген будет работать в одних условиях, другой будет работать в других условиях, и у вас получается два разных гена из одного, но у них уже есть некоторая общность, происхождение и функция. И вот в случае с факторами сферктового некрови, именно это наблюдается, у многих из них очень похожая структура, они все очень родственные, и эволюция факторов сферктового некрови происходила путем множественных дупликаций. Было изначально небольшое количество генов, они копировались, 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 и потом немножко менялись, и вот как конструктор, вот эти вот функциональные элементы обменивались между ними, и вот есть недавно такая работа, 2003 года, где процесс был реконструирован, где было сказано, что как конструктор, какие именно должны были кусочки отвалиться и прикрепиться, чтобы из небольшого количества изначальных факторов из одного получить сразу множество всех разных факторов, в том числе фактор 9. Ну, я перехожу к генной инженерии. Генная инженерия – это методика, которая позволяет создать организм с некими заданными желаемыми свойствами путем изменения его ДНК. Это можно делать в неких рекоративных целях, например, делать этих нацветящих зверушек, но есть и практические применения, которые касаются прежде всего сельского хозяйства и медицины. Если говорить про сельское хозяйство, ну, можно сделать, например, растение устойчивым к гербицидам, тогда вы поливаете полигербицидами, все сорняки умирают, а ваше растение остается. Или можно сделать их устойчивыми к пестиц, не устойчивыми к пестицам, а токсичными для насекомых. В норме вы, чтобы ваш урожай не съели насекомые, там, каваратский жук, вы поливаете это все пестицидами и загрязняете окружающую среду, там эти пестициды попадают в воду и так далее, а можете сделать само растение токсичным для этих насекомых. Они, именно эти насекомые, именно эти вредители будут страдать от этой генной модификации, а другие насекомые, которые там бабочки просто летают, никому не мешают, они страдать от этого не будут. Можно делать растение устойчиво к некоторым вирусным заболеваниям. Грибковым заболеваниям. Ну и еще одно очень важное направление, я уже сказал, это медицина. Вот, например, синтез того же самого фактора свертвой крови можно сделать бактерии, которые синтезируют человеческий фактор свертвой крови 9 и используют этот фактор свертвой крови 9 для того, чтобы лечить гемофилию, помогать гемофиликам. Это синтез инсулина и гормона роста. Инсулин нужен диабетикам, практически весь инсулин, который производится, производится бактериями, которым встроили гены, которые нужны для синтеза человеческого инсулина. И, собственно, без этой биотехнологии очень многие люди бы просто... Ну, этой технологии многие люди просто обязаны своей жизни. Ну и есть экзотические примеры. Это, например, производство паутины в генетически модифицированной козе. Это была идея сделать очень легкие, прочные бронежилеты, потому что у белка, который использует пауки для своей паутины, он очень легкий и очень прочный. И, значит, взяли этот ген, эту паутину, засунули его в геном козы и из молока этот белок выделяли. И даже были какие-то прототипы, тем не менее, где-то сделаны. Но мне кажется, что это достаточно дорогое удовольствие, и поэтому я не уверен, что это вошло в такую практику. Как и происходит генные инженеры. Для того, чтобы сделать какой-то генетический модифицированный организм, ну, чаще всего мы хотим встроить ген. Иногда мы хотим ген вырезать, это на самом деле несколько более проблематично, встроить немножко легче, и поэтому чаще встраивают. Ну, не только поэтому. Встраивать гены можно, например, с помощью генной пушки. Вот эта генная пушка. Принцип заключается в том, что мы получаем большое количество нужного гена. Это ДНК смешивается с частицами, маленькими частицами вольфрама или золота, и дальше эта пушка выстреливается в источник растения, потом этот источник, этот кусочек берез, в которую он сеется, из него, ну, растения, они умеют вегитативно размножаться, из него потом вырастают новые растения уже с новыми свойствами. Это работает на практике, хотя лично меня всегда удивляло, как это работает. Но вот что понятно, как работает, это как работают агробактерии. Агробактерии такие бактерии, которые живут в почве практически везде. И они, на самом деле, вот мы украли у них генную инженерию, копирайтов им не выдали, не платим им ройалти. Вот. Всю генную инженерию, которую используют в растениях, придумали эти бактерии. Ну, по большому счету. Ну, не все, но так. Агробактерии, они инфицируют растения и вызывают в них вот такие опухоли. И эти опухоли нужны для того, чтобы они синтезировали эти растения, синтезировали некоторые питательные вещества, которыми эти бактерии питаются. И для того, чтобы заставить растения делать такие опухоли и вырабатывать питательные вещества, значит, бактерия, агробактерия, это существует то, что называется трансформация, агробактериальная трансформация. Значит, У агробактерии есть кольцевая молекула ДНК, которая называется Т-флазмида. И здесь есть такой участок, который называется Т-ДНК. Это тот участок, который содержит те гены, которые необходимы, чтобы заставить растительную клетку подчиниться воле этой бактерии. Эта ДНК копируется и с помощью специальных белков для рулетности, через специальный канал, протаскивается внутрь растительной клетки, где она дальше протаскивается прямо в ядро и вставляется в геном этой растительной клетки. Поэтому, когда эта клетка будет дальше делиться, то этот Т-ДНК внутри ее генома тоже будет размножаться с каждым делением. Вот что делает генный инженер. Генный инженер берет этот Т-ДНК, убирает оттуда все эти гены, которые вызывают опухоль, заставляет растение синтезировать всякую дрянь, а вместо этого вставляют нужный нам ген, ну, например, ген токсичности для насекомых. И, собственно, берут такую агробактерию, и она заражает растение, и растение становится вточным к насекому. Ну, да, это я здесь более подробное представление о том, как это происходит, наверное, не буду сейчас на этом акцитировать внимание. Но, когда речь заходит о всяких биотехнологиях, возникает естественный вопрос, насколько это безопасно, вот, не играем ли мы там в бога. И стоит при этом тогда, ну, в этом случае корректно сравнить эту новую методику генной инженерии с уже существующими технологиями, которые используются уже тысячи лет, а именно селекция. Селекция. И вот, если мы посмотрим на селекцию, селекция это тоже изменение генов. Вот дикая горчица, а вот капуста, которая методами селекции была из нее выведена, она, по-моему, не очень похожа. И вот это дикая кукуруза, а это та кукуруза, которую люди вывели и которую мы едим, тоже, по-моему, не очень похожа. А вот эти отличия во внешнем проявлении, они, естественно, обусловлены отличиями в генах. Это огромное количество мутаций, которые на протяжении многих-многих-многих лет накапливались, с человеком отбирались, и именно поэтому у них есть такие свойства. Гены исходных этих растений были мутированы, изменены до неузнаваемости. Ну, до узнаваемости, но понятно. Поэтому давайте сравним генетически-модифицированный организм и организмы, которые получены селекционным путем у бабушки Буни на огороде. Характер мутаций. В случае с генетически-модифицированным организмом мы знаем, какой именно ген мы устраиваем, для чего мы его устраиваем. В случае с селекцией мы, по-моему, не имеем, какие гены изменились. Мы только знаем, что они изменились, а вот что именно изменилось, мы не знаем. Испытания. Если вы делаете новый столь коммерчески-модифицированного какого-то растения, то всегда проводят испытания на токсичность на крысах и на цыплятах. И, кроме того, появляется, нет ли каких-то изменений в питательности, содержания микроэлементов, белков, жиров, гулеводов и так далее. В сравнении с тем аналогом, который был до этого. В случае селекции, ну, никто бабушку, которая на огороде вырастила новую дыню, ее никто не заставляет, в принципе, проводить такие испытания. Хотя, в принципе, никто не мешает, но почему-то никто не хочет, 5 миллионов долларов. Ну, нет, конечно же, какой-то контроль проводится за любыми продуктами питания, чтобы они не были газовидными, но здесь контроль нам уже более тщательно. А, значит, методы, которые используются при генной инженерии, ну, вот кроме генных пунктов, на самом деле все, более-менее, в природе встречаются без того. Это вот агробактерии и вирусы. Агробактерии и вирусы, они заражают любые растения, они все есть в природе, вряд ли есть какие-то растения, которые совсем никогда вирусами, бактериями не заражались и генетически не модифицировались. А в селекции, как правило, используют просто скрещивание и вот отбор искусственный, но на самом деле иногда этого недостаточно и была очень большая мода на то, чтобы стимулировать увеличение количества мутаций в этих растениях. Они убрали семена и их обрабатывали всякими мутагенами или радиацией для того, чтобы там было больше мутаций. Естественно, чаще всего это приводило к очень плачевным последствиям для этих семян, большинство из них вообще не выживали, там страшные уроды получались, но с некоторой вероятностью получались какие-то новые прогрессивные семена, в которых вот им повезло, у них мутации были такие, что кажется, что они хорошие. На самом деле, что у них при этом еще и поломалось, там внутри неизвестно. Анализ мутации. Вот если мы строили какую-то вставку, какой-то ген в генетическом модифицированной организме, мы можем посмотреть, куда она вставилась. Мы можем прочитать этот участок ДНК и выяснить, испортили ли мы какой-нибудь известный ген. Если мы выясним, что мы что-то испортили, мы можем, в принципе, это переделать, это не очень сложно. Но в случае селекции никто ничего не переделать не будет. Ну, только если этот организм не будет устраивать нас качественно. Значит, ну, проблема ГМО, то, что это высокие научно-наукоемкие производства, которые требуют очень больших финансовых вложений, но это окупается тем, что у них выше урожайность, как правило, выше урожайность, и поэтому, как правило, у них еще и ниже цена на рынке. Поэтому это способ такого удешевления продуктов питания, на которые цены растут. Ну, и одно из самых важных, наверное, на мой взгляд, применений генной инженерии, это генная терапия, это использование методик генной инженерии для лечения заболеваний, в первую очередь, человека. Значит, основывается генная терапия на том, что существуют вирусы, которые могут встроить свою генетическую информацию в клетки человека. Например, ретро-вирусы. Вот, ретро-вирусы, это не совсем вирусы 60-х, а это скорее вот такие вирусы. Это вот российская группа Visual Science сделали на данный момент максимально точную структуру вируса иммунодефицита человека. Она основана на 33 научных публикациях, в которых изучали состав этого вируса, сколько у него таких белков, и как они расположены, как они взаимодействуют. Там были фотографии микроскопии. И, ну, вот некоторые говорят, что вируса иммунодефицита не существует. Ну, вот, тогда мне интересно, откуда это взялось. И вот с сереньким показаны части этого вируса, которые достаются ему не его собственные молекулы, а это молекулы, которые он заимствует у клетки, которую он инфицирует. Вот, значит, вирус иммунодефицита человека, это ретро-вирус. У него геном, это молекула РНК, а не ДНК. И он умеет, вот, в норме ДНК используется для синтеза РНК, а вирус иммунодефицита человека, он умеет свою РНК превратить в клетки, внутри клетки, в ДНК, и эту ДНК встроить в геном этой клетки и заставить клетку производить копии этого вируса. Другой подход используют аденовирусы. Это вирусы ДНКовые, то есть у них ДНК является насыщим информацией, и они свою ДНК просто впрыскивают в клетку, и клетка начинает производить тот ген, которые вот, эти гены, которые на этой ДНК записаны. И те, и те вирусы используются в генной терапии. Принцип заключается в том, что мы берем те... У вируса есть гены, которые нужны для того, чтобы этот вирус мог проникнуть в клетку, есть эти компоненты, и есть компоненты, которые нужны для того, чтобы создавать всякие неприятные последствия, которые они вызывают, в том числе убивать клетку, чтобы распространяться дальше. И вот все эти гены вирулентности можно вырезать, сделать вирус безвредным и сделать так, чтобы, например, он не размножался, но при этом заменить их на те гены, которые нам нужны. Например, если человек какой-то ген не работает, мы можем в вирус встроить ген, работающую копию этого гена, и с помощью вируса доставить этот ген в клетку. Вот здесь показан на этой картинке мальчик, его зовут Дэвид Веттерс. Он долгожитель среди людей, больных, тяжелым комбинированным иммунодефицитом. Это заболевание, при котором человек рождается практически без иммунной системы, и любая инфекция для него является смертельной. Поэтому он в таком вот пузырьке жил в течение 13 лет. Ну и в итоге, к сожалению, он умер от инфекции вируса Шейна-Барра, потому что это не было, видимо, совершенно стерильные условия. Одна из самых распространенных форм тяжелого комбинированного иммунодефицита, там есть много разных форм, потому что разные гены могут приводить к серьезному иммунодефициту. Вот один из видов иммунодефицита предложили лечить следующим образом. Вот рождается ребенок больной, с этим генетическим дефектом у него нет определенного гена. Берут его стволовые клетки из костного мозга, добывают их. Дальше берут нормальную копию гена, устраивают ее в вирус. Вирусом вставляют, с помощью вируса вставляют эту нормальную копию в его вот эти вот клетки, стволовые клетки, а стволовые клетки – это эти клетки, которые дают начало другим клеткам, в том числе клеткам иммунной системы, клеткам крови и так далее. И вот эти вот модифицированные собственные клетки этого ребенка ему возвращают обратно, эти клетки начинают там делиться, это его собственные клетки просто изменены немножко. Они там делятся и восстанавливают ему иммунитет. Также генную терапию используют для лечения раковых заболеваний, и подход, в принципе, похожий. Но сначала нужно немножко рассказать про то, что такое рак. Вот раковая опухоль возникает из-за того, что у нас есть клетка. Эта клетка в норме ограниченно делится, она не может делиться бесконечно, есть факторы, которые ее сдерживают. Но если в ней накапливаются мутации, она начинает делиться неограниченно. Постоянно делится, возникает опухоль. Кроме того, должно поломаться еще много других механизмов. Например, порядочной клетке положено, если она накопила много мутаций, ей положено застрелиться. Ну, убийца в стенку. Но у этих клеток, у раковых, у них этот механизм самоубийства нарушается, они не хотят умирать, и они живут и влияют человеку. И из-за того, что у них есть мутации, они, в принципе, отличаются от нормальных клеток, и поэтому иммунная система могла бы их, в принципе, распознать. Но далеко не всегда ей это удается, потому что нет правильных рецепторов, правильных молекул на иммунных клетках, которые могли бы распознать эту опухоль. Но у других людей могут быть другие рецепторы, и, возможно, у них есть такие рецепторы, которые помогут распознать данную конкретную опухоль. Поэтому берут образец этой опухоли, ищут других людей, у которых есть рецепторы к этой опухоли, берут этот рецептор, берут клетки, иммунные клетки больного раком человека, встраивают в эти иммунные клетки правильные рецепторы из других людей, И возвращают эти иммунные клетки человеку, эти иммунные клетки с новым рецептором, они находят раковую опухоль и начинают с ней бороться. И, значит, ещё один пример генной терапии – это лечение заболеваний зрения. Есть такое заболевание, называется врождённый амавросолейбер, связанное с тем, что не работает такой ген, который называется КПЕ-65. Из-за этого не работают клетки, все чувствительные клетки на сетчатке. Вот эта сетчатка, вот эти клетки, они реагируют на свет. Вот здесь колбочки, которые свет распознают, и палочки, которые видят просто свет. И вот этим людям можно ввести аденовирусом вот этот ген и восстанавливается, частично восстанавливается зрительная функция вот этих клеток. В очень сложных случаях бывает так, что вообще вот эти клетки, сетчатки не работают. И тогда придуман был совсем такой уникальный, на мой взгляд, уникальная процедура, которая заключается в том, что вот есть ещё вот эти клетки, они называются генглиозные клетки, они передают сигналы от светочувствительных клеток дальше в мозг. Сами они не обладают чувствительностью к свету. Но вот у некоторых водорослей есть такой ген, который делает клетку светочувствительной. Вот этот ген, когда делает некий биок, он встраивается в клеточную мембрану, и когда на него попадает свет, он активируется и впускает некоторые ионы в клетку. Из этого возникает изменение потенциала этой клетки, и она генерирует нервный импульс. Ну, в данном случае генерирует нервный импульс, и поэтому можно, теоретически, можно взять этот белок, ген, который кодёт этот белок, из водорослей, запихнуть его в вирус, и доставить его вот в эти клетки, и они тоже становятся светочувствительными. Ну, и ещё один пример, это сейчас тестируется на собаках, лечение ахромотопсии. Это ещё одно заболевание, при котором зрение при низкой освещенности сохраняется, а зрение при ярком свете нарушается, потому что те клетки, которые воспринимают цвета, они слишком сильно возблюдаются и приводят к нарушениям зрения. И здесь тоже есть видео, просто чтобы показать, как результаты генной терапии. Значит, вот есть собачка. Ой, я извиняюсь. Вот. Значит, есть... Я не туда нажимаю. Вот собачка здоровая, и она может прибежать через лабиринт в темноте, а может прибежать его и на свету, без особых проблем. Вот что происходит, если собачка болеет вот этим генетическим дефектом. В темноте она справляется с этой задачей, а на свету она слепнет. И у неё возникают существенные проблемы. Бедный персик. Значит, что делают? Делают, берут этот ген, который нужен для работы, для нормальной работы сетчатки, берут этот ген, строят его вирус, и вкалывают в чистонку иголочку, сетчатку, и восстанавливают собачьи дыни. Вот она в темноте справилась с задачей, как и должна была в темноте справиться. Ну, больная и так справилась в темноте, а вот и при ярком свете тоже не испытывает никаких проблем. Вот этот пример лечения. Сейчас это вот проводится клинические испытания на собаках, но заболевания-то есть у людей, и ожидается, что на людях тоже скоро начнут это испытывать. И последний слайд моей презентации это то, что вот сейчас появилась методика, как лечить гемофилию с помощью генной терапии. Сейчас это тесируется на собаках. Пока что это гемофилия А, я расскажу только про гемофилию Б, но это, в общем-то, очень похоже на заболевание. Все, на этой позитивной ноте я бы хотел скачок вам закончить. Спасибо. А может быть у кого-то есть какие-то вопросы? Есть вопросы? Да. Я прошу прощения, вопрос немножко будет смысл таким. Что вот когда речь идет о таких заболеваниях, там гемофилии или сепаритоклеточки аминей, ну то есть, когда, если человек болен, то ему не жить, то понятно, что вот мы находим соответствующие гены и что-нибудь такое с ними делаем. Их удаляем, или с ним подставляем другие. Но, как бы сейчас в медицине очень много, очень большое место занимает такая идеология факторов риска, что вот там сравнивают какие-то вариации, говорят, что бредный, а мой талий гена, дает там на 5% больше случаев заболевания, не важно чем, чем другое. Так вот, значит, вопрос, собственно, сводится к тому, что не приведет ли, если чтение индивидуально геномов станет делом быстрым и дешевым, не приведет ли это к массовому отсечению вот таких вот, значит, такого генетического разнообразия, про которое, в общем, известно только то, что оно там в каких-то отношениях немножко хуже, значит, идеального варианта. При том, что никто на самом деле не проверял, что может быть этот идеальный вариант хуже в каком-нибудь другом отношении. Да, это очень хороший вопрос. Вам, наверное, понравился бы ответ как раз от Крейга Вентера, который в одном из интервью по поводу, ему задали похожий вопрос, и он сказал, что ну вообще-то это все полная фигня, потому что мы больше, вот да, вот есть какая-то мутация, которая вызывает, увеличивает риск рака, может быть, есть еще 20, которые мы не знаем, которые понижают риск рака, и они где-то в другом месте находятся, мы про них ничего не знаем. Но я лично считаю, что это не совсем уж бесполезная информация, хотя она интересная. Она интересная, она, то, что человек узнал, что у него в несколько раз повышенный риск какого-то заболевания, мне кажется, это не имеет особого прикладного значения, потому что по этому поводу вряд ли кто-то что-то будет делать, но есть случаи, когда риски повышены, как вы говорите, на 5% бывает так, а бывает, что риск повышен многократно. Например, в случае с раком молочной железы, может быть, все помнят, вот был случай, какая-то знаменитая актриса. Нет, мы еще там была, как ее звали-то, все обсуждали, Анжелина Жоли. Да, вот, ей рекомендовали сделать мастектомию, потому что у нее обнаружили вот эффективное реле гена ОМБРСА2, в общем, какого-то гена, связанного с риском рака груди. И мне кажется, что это, как раз, было очень осмысленное решение, потому что там риск очень высокий, практически гарантированный рак. То есть, понятно, что не нужно ничего делать. И это более-менее все понимают, что если у человека там повышенный риск в два раза, там, какого-то заболевания, которое и так встречается только там у одного человека из 100 тысяч, то по этому поводу что-то делать, наверное, не нужно. Но бывает и не так. Спасибо. Да. Смотрите, мы изменили, ну, я про генную терапию сейчас, мы изменили какой-то ген, да, в наборе клеток, которые взяли у человека, ну, то есть у ребенка, когда там ему лечат, вот, ну, дефицит, и ввели обратно ему все эти стволовые клетки и сюда. Соответственно, у нас получилось, как бы говоря, там небольшой объем стволовых клеток, хороших, да, которые вырабатывают, например, 10% это гораздо много, а 90% которые не, ну, старые, плохие. И когда они будут делиться, они же будут и те, и те делиться, а соотношение меняться при этом, как бы, будет? Да, это хороший вопрос. Самый там с сетчаткой, ну, и так далее. Я понял. Нет, ну, с сетчатки там ничего не делится, там вирус, вирус просто во все клетки попадает. А, значит, да, в случае с стволовыми клетками там ситуация интересная. Во-первых, для многих заболеваний достаточно, чтобы хотя бы часть клеток была нормальной. Например, в случае с гемофилией выясняется, что если хотя бы, там, ну, генотерапии гемофилии еще нету, но известно, что если хотя бы чуть-чуть увеличить количество нормального этого фактора, то это уже терапевтически эффективно, они уже не так сильно страдают от гемофилии у них. А вот в случае с иммунной системой замечательный вид заключается в том, что у нас в норме иммунных клеток, они, их не очень, ну, короче, их очень много разных, и они начинают делиться, когда они сталкиваются с неким патогеном. Поэтому идея заключается в том, что вот у вас появились нормальные вот эти вот иммунные клетки, именно они будут размножаться, когда вы столкнетесь с какой-то реальной инфекцией. Именно они распознают инфекцию, именно они потом поделятся. Поэтому их доля будет расти просто потому, что они нормальные. Они нормальные, они ничего не распознают, и они поэтому делиться и не будут. Ну, вот, такое. А если это происходит, то есть мы, видите, все меняем клетки, которые не со стволами, которые не делятся, то просто, ну, то есть сейчас, то есть, должны быть обработаны тоже, ну, как бы, большая часть клеток, которые нужно излечить. Да, нужно, то есть вирус должен быть доставлен до каждого. Ну, вирус должен быть доставлен к каждому, да. Пытаются использовать вирусы, которые сами, причем, его нужно делать заранее, потому что пытаются не использовать те вирусы, которые не будут размножаться, потому что если вирус может размножаться, то он может куда-нибудь туда залезть и что-нибудь не то сделать. Поэтому нужно доставить вирус в каждую клетку. Но это технологическая проблема, которая сейчас решается достаточно успешно. Просто много его делают. Ещё есть какие-нибудь факты? Да. Насчёт внедрения гена водорослей, чтобы повернуть зрение. Белок, он поглощает кванты какого диапазона? Хороший вопрос. Я, если честно, ответа не знаю. По-моему, это в каком-то видимом спектре, но какой именно, я не уверен. Да, это будет влиять на то, какого его вида зрения. Зрение там, никто не ожидает, что у них будет цветное зрение. Ожидается, что это будет... Хотя уже возможно, если повод человека, грубо говоря, не врезаться в препятствия, вот распознавать, что есть стена, а есть не стена, это уже большое для них улучшение уровня жизни для этих людей. Да. И, как я понимаю, ничего не мешает некий ген, некий белок, который будет поглощать, скажем, ультрафиолетовое зрение. Или ближнему ультрафиолетовому. А, можно ли сделать людей, чтобы они воспринимали ультрафиолетовое излучение. Так, суперспособность такую. Это хорошая идея, я думаю, что можно. Таким же путём, как и путём. Таким же, да. Единственное, что... Как мозги к этому отнесутся, потому что уже не три цвета, а четыре, это не ясно. Надо это всё тестировать очень хорошо, но теоретически такое можно сделать. А вот это вот уже разговоры в области синтетической биологии, как создать идеального человека с помощью генной инженерии, это очень интересная тема. Какая-то возвращается к примеру с лечением сетчатки глаза. То есть, если мы лечим те клетки, которые сами не размножаются, то есть, мы не лечим по скволовым клеткам, которые вырабатывают обратно эти клетки сетчатки, то после того, что у человека применили эту кинотерапию, он некоторое время видит, а потом же эти клетки со временем не отмирают. Они не отмирают. Это не ерунда. Да, значит, в случае с клетками сетчатки, там действительно клетки эти, они... как вы правильно сказали, они практически с нами всю жизнь живут. Но во многих случаях действительно выясняется, что есть такая проблема в генотерапии, что она не всегда долгосрочная. Есть некоторые процедуры генотерапии, действительно, с этой проблемой сталкиваются, что приходится, ну, там, в какое-то время держится эффект, а потом его нужно за мной делать. Потому что тогда вирус не размножается, а размножающийся вирус никто не хочет делать, и правильно делать, что не хотят. Некоторое время назад много было новостей о методах обратимого отключения генов, обратимого воздействия на гены, которые называются РНК-интраференция, обратная РНК-интраференция. Есть ли какие-то перспективы излучения заболеваний у этих... Ну, конечно, потому что бывает так, что болезнь не в том, что нету гена, а в том, что есть какой-то плохой ген, который... И тогда возникает задача, как этот ген выключить. И для того, чтобы выключить этот ген, можно сделать следующее. У клешек, для тех, кто не знает, что такое РНК-интраференция, есть такой механизм борьбы с вирусами, главным образом, у которых двойные цепочки молекул РНК, которые заключаются в том, что есть специальные ферменты, которые видят двойную цепочку молекул РНК, они ее узнают, разрезают, берут кусочки, и дальше все, что на это похоже, начинают резать, 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 потому что они подозревают, что это вирус. Ну, или брянь такая-то другая. И с основания вот этого подхода можно сделать следующее. Вот если есть какой-то ген, который нужно выключить, вы берете этот ген, читаете его, потом берете, переворачиваете его, делаете зеркальную копию, и заставляете клетку производить эту вот вторую копию, как обратную копию этого гена. В итоге у вас производится и прямой ген, и обратный, они, их РНК в клетке образуют, они становятся комплементарными, возникает двухсепочная молекула РНК, и клетка начинает думать, что это вирус, и начинает с ней бороться. И это приводит к уничтожению этой РНК, причем всей практически, и гены вырубаются. Это можно сделать как временно, так и на более постоянной основе. Если этот ген скроет геном, то тогда можно просто постоянно ген держать выключенным. А если его просто внести, эту двухсепочную РНК, или односепочную РНК обратно, если просто ее внести в клетку, то можно достичь временного эффекта. На самом деле так и следуют функции генов в экспериментах на животных. Берут, смотрят, что будет, если мы дадим двухсепочную РНК, что произойдет с этой клеткой. Все. Есть еще вопросы? Нет. Большое спасибо за внимание. Спасибо, что пришли. Аплодисменты. Уважаемые гости, можно оплатить в ту лекцию вон там на кассе, если кто-то еще не скоро произвелось. Это первый момент. А второй, когда будете выходить из гиперриона, пожалуйста, осторожнее, там очень скользко. Подмежал? Да. Подмежал? Да, подмежал. Дверь прикачает. Когда я подмежал, чтобы на кумер, еще доедал. В общем, это было очень приятно разве архуализм. Нет, первое. Я не знаю, что я этого осуществляю. Продолжение следует...